Я думаю, что сейчас происходит скорее ослабление рубля под воздействием внешних факторов, многократно усиленное паникой на рынке и спекулятивной атакой. И даже вы, я думаю, тоже, наверное, читаете отчеты банков, продажи наличной валюты в объемы в 3-4 раза больше, чем это было до ТОГО в течение всего 2013 года. Дополнительно, я думаю, что вот эта валютная нестабильность, и здесь уже это вопрос дефиниции, мы определяем валютный кризис, скажем, в ряде исследований, и 10-процентная девальвация уже как валютный кризис определяется. Вот нестабильность валютная усиливается еще неразберихой в банковском секторе. Неразберихой – это то ли у нас оздоровление банковской системы, то ли ее зачистка. В общем, как бы стратегически я разделяю, и, в общем, давно наставил на том, что с банковской системой надо разбираться, а тактически я как бы плохо понимаю, что сейчас происходит. На мой взгляд, центральный банк, конечно, должен как-то эту ситуацию разруливать, потому что объективно, по, скажем, моим оценкам, евро не стоит 48 рублей, и рубль не стоит 35. И я как бы уверен, знаете, в теории валютных кризисов это теория мячика есть. То есть, скажем, когда валюта начинает колебаться или падать, чем больше она падает, тем больше она отскакивает. Ну и потом такие колебательные движения, которые возвращают ее к какому-то новому равновесному курсу. У нас богатый опыт девальвации в 98 году, в 2008 году, и поэтому уже возникает у граждан, иногда у журналистов условный рефлекс, что девальвация равно кризису. Вот я хочу сказать, что на этот раз, в отличие от 98 и 2008 года, нельзя сказать, что наша девальвация – это проявление кризиса. Понятно, что источник в этот раз находится вне нашей страны. Источник – это понятный, это решение ФРС о постепенном сворачивании программы количественного смягчения. Что означает, почему это оказывает такое влияние на рынки России и других стран с формирующимися рынками. Фактически, просто поддерживая свою экономику, одновременно США поддерживали и другие экономики, поскольку часть денег, которые они имитировали в рамках программы количественного смягчения, естественно, в условиях глобализации уходила на другие рынки, поддерживала и цены на нефть, поддерживала и страны остальные. Сейчас они решили, что их экономика уже начала выздоравливать достаточно здорово, соответственно, им это не нужно, соответственно, прекратилась косвенная поддержка и экономик формирующихся стран. Такая связь предсказывалась, когда обсуждали, что рано или поздно эта программа начнёт сворачиваться. Удивительно только, пожалуй, то, что она оказалась сильнее, чем это можно было предположить. В нашей стране одна из наиболее сильных девальваций, немножко сильнее. В целом, по другим странам, типичные примерно на 5%, у нас примерно на 7-8% произошла девальвация. Это отражает не кризисное состояние, но всё-таки слабость нашей экономики. Отчасти то, что мы имеем, это цена, которую нужно платить за плавающий рубль, при том, что есть и большие преимущества в этом. Никакого кризиса нет, так же, как нет никакой девальвации. Начнём с этого. Что такое девальвация? Девальвация – это тот термин, который применяется к странам с достаточно жёсткой регуляцией, то есть регулированием валютного курса, а также к движению валюты, которая носит такой внезапный и сильный характер. Центральный банк уже достаточно давно переходит и практически перешёл к более гибкому курсу рубля, и интервенции, которые проводят, по сути дела, минимальные, то есть незначительные. Это раз. И второе, то, что произошло, это, конечно, сильное движение, но по своему масштабу меньше 10%, но никакой девальвации, естественно, даже сильного ослабления рубля не произошло. Если смотреть в будущее, к сожалению, курс рубля будет, по нашему мнению, дальше слабеть. То есть это рубль – та валюта, которая постепенно слабее. Это происходит с скачками, и чем дальше, тем больше можно ожидать, что в волатильной скорости будет присутствовать, но тем не менее. Поэтому причиной этого ослабления является сочетание двух фундаментальных факторов. Это высокий уровень инфляции не по российским стандартам, а по международным стандартам. Если мы сравним инфляцию в России и в ОСР, выяснится, что инфляция в России существенно выше. И второе, этот фактор стал играть роль в последнее время резкое снижение темпов экономического роста, потому что если экономического роста нет, по сути дела, нет роста конкурентоспособности экономики, и при сочетании с повышенной или высокой инфляцией это вызывает необходимость ослабления курса валют.